Вот я стою, смотрю на то, как называется этот бренд, я вижу его впервые. Раньше его не было просто. И написано на ватт, да? А потом замечаешь вот эти три полосочки справа и слева, и думаешь, может быть и на вейт, и тогда все как бы складывается вроде бы, да, в одно. Но бренд впервые представлен, и это, друзья мои, электромобиль. Причем электромобиль чувствуется не сильно дорогой, потому что мотор всего лишь 200 с небольшим лошадиных сил и 320 ньютон-метров крутящего момента. При этом запас хода оглашается, что он 330 километров, а если вы будете экономно ездить, со скоростью средней не очень высокой, то может быть и даже 350 и 400. Причем электромобиль чувствуется не очень высокой. Причем электромобиль чувствуется не очень высокой. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. И вот сейчас, ну, по-настоящему собираются взорвать рынок, потому что, посмотрите, тачка действительно привлекает внимание. Мы проходили мимо, обратили внимание. Вы спросите, сколько же она стоит? Вот ваши предположения. Характеристики, может быть, не такие уж и серьезные, да, по поводу мощности, там, разгонов и прочих. 330 ньютон-метров крутящего момента, 200 там с небольшим лошадиных сил, общая отдача, но 500 километров запас хода. А если повезет, то можно и 700 написано, то есть при маленькой скорости. Короче, цена на этот автомобиль уже известна. Вы уже можете заказать, потому что вот они развешивают свои вот эти, сканируешь трехкод и можешь заказать. 3 миллиона 500 тысяч рублей. А что еще купить за 3,5 миллиона, можно посмотреть на сайте агрегаторе новых автомобилей автоспот.ру. Например, вот Туарек, и на него сейчас отличные скидочки. Тут есть все ценники со всеми вкусными предложениями от официальных дилеров. Удобный поиск, множество тачек, вариантов комплектаций и цветов. Плюс менеджер, который всегда поможет с выбором. Хочешь купить тачку у официального дилера на самых выгодных условиях, тогда ссылочка на автоспот в описании. Полностью электромобиль. Офигенно выглядит. И это вы еще не видели, как он выглядит внутри, потому что в салоне у него Туарек просто отдыхает. Сейчас мы на это все посмотрим. А пока давайте, пока там все занято немножко, мы посмотрим на заднюю часть автомобиля. Формы, блин, конечно, классные. А еще здесь, смотрите, золотые вставочки сделаны. Чтобы вы понимали, что тачка все-таки не совсем простая, да? И на боках тоже. В принципе, в белом цвете это действительно выглядит достаточно просто. На самом деле, если вы хотите, чтобы выглядело лучше, просто пройдите вот туда, потому что на красной тачке уже выглядит не так просто. На белой что-то, кажется, вот здесь вот не хватает. Вот это переходящее все в верхнее стекло такое себе. Но зато, опять же, видите, золото, золотые акценты, они присутствуют. И это, видимо, одна из фишек этой машины. На самом деле, золотые акценты неспроста. Они на боках, спереди, сзади, да? Здесь еще и золотые суппорты. Вы посмотрите. Это просто огонь. Здесь, на самом деле, да, я уже напридумывал. Потому что все-таки не такой и мощный электромотор. Поэтому он, естественно, только на передней оси. То есть нам чувак неправильно немножко сказал. Ну а здесь просто Туарег отдыхает, друзья. Это просто шок называется. Помимо вот этой отделки, обивки, да? Вот этой вот, которой какие-то пятнышко-звезды как будто... Здесь еще три, три целых три. А, эту подсветку еще и можно изменить. Извините, пожалуйста. То есть мы можем цвет поменять. Может быть фиолетовым, может быть красным. Ого! Класс! Вообще, вот это огонь. Все, контурные подсветки здесь, походу, где... Да, и крыша. Голосовое управление. Он берет и закрывает. Вот так вот. Правда, я вам сказал что-то непонятное. Обалдеть! Все, можно покрутить, открыть. Ну, короче, вы можете, типа, в игру поиграть, если что. Даже свет включить вы можете. Можете посмотреть, как выглядит ваша тачка без света или со светом. Ооо! И вы можете также проверить... Или если вы едете в тумане, в дымке какой-то, в космической. Между этими экранами можно переносить информацию. И если вы хотите поделить эту музыку на этой стороне, то есть пять пальцев в тачке. Ооо! И тогда, если вы хотите поделить эту синглую песню, то это будет поделить эту синглую песню на этой стороне. Это значит, что там везде разные системы, это не одна система. Вы можете снимать с разными вещами. Потом раз, если вы хотите поделиться, сразу чинг, перенесил. И сюда навигацию, навигашку передал. Все, и поехал. Папочки, видео. Просто перенес назад. А, это задние пассажиры. Понятно. Вот, а сзади тоже такие же планшеты вот такой величины практически. Это, конечно, круто. Здесь везде, в принципе, у вас сенсоры получаются этой стороной. Вы управляете этим дисплеем и основным меню, этим подменю. То есть, ну вот, пожалуйста, посмотрите, как это теперь делает Китай. За три с половиной миллиона вы получаете тачку внутри. Она просто космос. Зарядочка это все-таки, все правильно. Берет и заряжает. Здесь тоже, в принципе, все сенсорные кнопки. Единственная кнопка у вас осталась, это только старт-стоп. В остальном, ну, разве что воздуховоды еще, да, механические. А в остальном просто все. Дисплей, дисплей, дисплей. Сверху тоже сенсоры какие-то. Больше ничего нету здесь. Это сенсор? Да. Здесь есть камера для каждого машина. И эта камера для Face ID. А, Face ID, короче. Здесь у вас уже распознают. Настройки настраивают. То есть все, короче, да, все ваше. Все, что под вас запрограммировано, она вас распознает. Вы садитесь, подстраивает сиденья. Все ваши настроечки чик-чик-чик. И вы поехали. Что же было сзади? А сзади был еще вот такой дисплей. И это на самом деле круто. Потому что сзади, посмотрите, еще и вот эти штуки. То есть тут рельефные сидухи. Они тоже регулируются. Регулируются, кстати говоря, неплохо. И тоже и отделочка вся есть хорошая, да. И посмотрите цвета. То есть это не скучная какая-то фигня. Тут и синий, оказывается, был цвет, который я не особо заметил на руле, да. Вот нам бы такой автомобиль, а, в Россию. За 3,5 миллиона, а, электромобиль, который просто нафиг уничтожит всех конкурентов за эти деньги. По функционалу ничего подобного мы еще здесь не видели. Это просто какой-то космос. Привези к нам, и пойдут все нафиг сразу. Все премиум-бренды пойдут нафиг. Ну, например, дисплеев больше я еще не видел. Все под меню. Ты можешь с одного на другое перекидывать. На каждом своими делами заниматься, поделиться. Причем их 5. То есть ты можешь поделиться как с задними пассажирами, так с правым пассажиром и вообще. Как так? Приедешь до следующего года, и уже бам! Новые бренды, электромобили, тренды новые. Все подхватывают, буквально вот на лету. Самое главное, делают быстро. У нас пока задумают, знаете, через 5 лет, может быть, появятся в виде концепта, а запустят еще через 2-3, и кому она уже нужна, понимаете? Уже все, мир ускакал вперед. А Китай, вот как раз на гребне волны, только кто-нибудь из Европы что-нибудь придумал. Опа! Клево! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин